Существует проверенное веками народное следствие керосин В интернете огромное количество различных предложений о продаже керосина Специально керосина для приема внутрь Оказывается, до изобретения или открытия антибиотиков народ отличается керосином Есть сейчас нафталановские коморты, где как раз этим нефтью лечат То есть нефтелечение было очень-очень популярно Просто вы просто знаете, сейчас в новой времени взяли антибиотики и это дело оттеснили, а что-то вообще стараются вытеснить Значит, оказывается, вот этот керосин, наши предки осветительный керосин буквально, знаете, как они принимали? Берут чайную ложечку, окунают керосин, облизали, вот то, что там это было Этого достаточно После этого моя сестра так делала, ну, естественно, и я делала Моя сестра там, сноха и другие Они пошли исследовать кровь на паразитах И когда, значит, врач посмотрел вот это все под микросуфом Он говорит, а что вы делали? Я говорю, я впервые вижу такую чистую кровь Значит, никаких вредных действий он не оказывает Там всего 2-3 капли, это вот так вот достаточно Для того, чтобы, чтобы, не болеть ангиной Чтобы, значит, вот эта кровь там очищалась от этих мелких, вот этих планов Оказывается, керосин, от самой еще последней, знаете Он воздействует прекрасно на грибков И он воздействует еще хорошо и на микробов Потому что растворяющие свойства керосина Как раз вот эту вот мембранку, в которой окружены паразиты Он ее распоряет Ну, это вот в хозяйственных магазинах, да, бутылочки? Он очищенный, например? Лучше через интернет, они там уже, это Очищенный, да Я бы не сказал, что он должен быть очищенный Но они перестраховываются там, очищенный берут и так далее Да, полезный зал как ЦК Он, да, целебная кулинария на ЦК Да давайте, вырубайте ее, конечно И теперь, теперь про папиллумы и так далее Если человек покрылся различным образом бородавками, папиллумами и так далее Это говорит о том, что он залежен какими-то, знаете, интересно, налюсками И, как правило, если что-то в животе имеется, допустим, какой-то полип или еще что-то Они, значит, висюльками сигнализируют на шее Вот если, знаете, смотрите на человека Они на шее висюльки Под мышками висюльки Сделайте потише немножко Потише 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 Чуть-чуть громче Чуть громче О, отлично, отлично Вот поэтому, поэтому тут вот как раз очень хорошо чистит толсток кишечник с помощью вот этого Чистотил Чистотил, оказывается, очень хорошо влияет на белых агру Какая-то звезда, чистотил Не висюль, а висюль, а висюль Я потом расскажу Смотрите, вот, пожалуйста Я буду использовать, конечно Вот этот зал, как он делается Извлекательно Она рассказала то, что надо Выливочки Отличные Если Если Вы Не научитесь Голодать в обычной жизни Вы навряд ли выдержите такие сроки Потому что сорок дней, а действительно, чем я должен был заниматься Значит, у меня вышло так примерно, что я Где-то поехал в Германию Какое-то там, уже не помню, приглашение было или еще что-то И там я как раз Нас уголодал и поехал туда И там как раз 27 дней Я был в Германии Вот это ходил, все там делал Общался Ну, естественно, физически Так что-то особо не трудился Ну, вот нормально так сейчас Жизнь, да? А потом уже я приехал оттуда Сюда и И дальше продолжил заниматься И сейчас я хочу сказать Конечно Под конец Уже Ну Не то, что как бы там шатало Но Жене со мной неприятно ходить Она как-то стеснялась уже На меня смотреть Когда я на голова Вот эти сроки А так, допустим, неделя-две Обычная жизнь Все Ходишь, делаешь 900-100 Это нормально Ну, у меня только раз был такой большой срок 40 дней А вот там, что я стоял там 20-27 Это было Ну, наверное, штук 5 Если голодание Большое А вот недельное Это я уже и не помню И как раз у нас сегодняшний день Посвящен средствам оздоровления Значит, что дает Если большой срок голодания Существуют клетки У нас клетки Существуют в организме Значит, они На разных стадиях жизни То есть, есть юные клетки Есть Старые клетки Вот И когда человек начинает голодать То, что происходит Вот эти старые клетки Умирают Да Они Их, будем говорить Утилизируют Утилизируют анамин И за счет этого процент Средний клеток становится больше А раз он становится больше То Вы чувствуете себя уже лучше То есть, это как раз Говорит Возрастание гибкости Возрастание Выносливость Очень хорошо Выносливость Возрастает Вы там не задыхаетесь Не чувствуете Такого Тело легкое Вы там ходите бегом Как ни в чем не было Это после голода А голодание с водой Сильно ухудшает голодание примерно равен 3-4 суткам вот такого обычного. Самое большее я на сколько голодал 8 суток. Опять-таки это, знаете, как тренировка, ты должен подготовиться, это не сразу. То есть я вот когда только начал голодать, мне было труднее всего подержаться первые сутки. Вот только я когда начал, как это так, не есть. Хотя сами знаете, куда-то поехал, забрался, есть и не думаешь. А тут сознательно, я сегодня не буду есть. Что со мной будет, прислушивайся. Ну это вот, первый день, самый первый день, когда я начал голодать. Я одни сутки проголодал, а потом потихонечку ты уже знаешь, то есть ты уже голодал по одному дню, допустим, раз в неделю ты голодал уже 10 раз. Да, ты уже знаешь, что с тобой будет. И ты тогда можешь голодать, там, трое суток обычно. Раз, да, нормально, нормально, трое суток. Поголодал там, раз, там, три-четыре. А потом интересно, семеро суток. Семеро суток, что, что, как. И теперь если сравнивать вот это сухое голодание с этим. Я голодал в основном на воде, а потом думаю, дай-ка я это, на сухое. И как раз там что-то это. Первый день еще нормально, как-то второй день. А на третий день я чувствую сухое голодание, что я могу сердание потерять. И я начал пить воду, и все это пошло. Вот. То есть такой опыт получил. Потом опять я, как бы сказать, вернулся к этому, попробовал насухо голодать. Уже был подготовлен. Вы знаете, семь суток, хоп, как вернул. Проголодал, как ничего не это. Вот. Потом еще одно. Где-то у меня таких три голодания по семь суток. Семь, последние восемь суток. Значит, что получается? Тут опять-таки создаются условия. Вы знаете, я думал, что я как-то буду, организмы будут высыхать. Оказывается, там идут такие какие-то вообще процессы. Что вот здесь, ну, сейчас, допустим, мои ногти бывают, а сухости там ломаются, да, ломки там таких. Когда я вот голодал насухо, и вот как раз где-то седьмые-восьмые сутки, как раз я думаю, пострируют. Они оказались и растичьими. Это для меня вообще что-то там такое. Значит, что получается? Здесь организм, не получая воды, должен ее отбирать у всего, что можно. В первую очередь, он ее отбирает у микробы. Он большой, а микробы маленькие. Поэтому у всех, значит, очень хорошо все эти микробы сразу же отмирают на сухом этом голодании. Далее. А вот шлаки, к сожалению, особенно желчные, не выходят. Они спускаются, знаете, вот из печени желчного пузыря в двенадцатестерстную кишку. И там как пластилин становится. Я думаю, что с меня на хуй пластилин какой-то потом, когда после голодания, понимаете? А это вот такие вот они вышли. Там очень, перескакиваешь, что ли, это очень важно на выходе из такого голодания Сначала не есть, а пить, чтобы организм набрался воды, а потом уже захочется есть. Потом ты начинаешь есть. Ну тут надо держаться, тут начинает она там, внутри жар поднимается, горит так и так. Ну я говорю, все это как-то можно сделать при определенном желании, при определенном терпении. Ничего такого чрезмерного нету, чтобы, знаете, что ты что-то не выдержишь. Единственное, чтобы все растянуто во время. Вот вы знаете, что доказывает на голодание? Это то, что, допустим, голодаешь неделю, пошла вторая неделя, и вот язык типа чешется, не чешется, какой-то такой прикус получается. И вот он сегодня, завтра, после завтра, тара-та-та-та-та, вот это тебе не нравится, вот из-за этого. А так еще сил много, и все там, все равно. Ацертоном, это... Да, у нас как раз тут и время есть, и тема наша сейчас, это оздоровительные средства, методы их применения. О питании немножко, мы поговорили, голубым по европам, о голоде примерно то же самое. Просто я вам расскажу, значит, что получается. Я уже рассказывал, стадия пищевого возбуждения, в среднем 3 дня. То есть человек, вот, ходится, есть, ходится, есть, ходится. Она прошла, знаете, у большинства людей, но не у всех. Раз, не хочется есть. Вот. И дальше идет перестройка в организме. Вот это почему ацетон появляется? Он появляется из-за того, что начинается там неполное разложение жиров, то есть вот так вот как-то переходит на это дело. Вот, появляется ацетон. И от тебя ходишь, а это, это ацетон, что ли, напился, или еще что-то. Даже не ацетон, а запах как от цветочков каких-то, знаете, вот, ацетон, не ацетон, а цветочки, не цветочки, а не колон, не а не колон, ну, все такое есть. Вот. Значит, это организм дальше идет перестройка. И потом, наконец-таки, ну, это вот через неделю голодает. Потом, примерно еще через неделю, наступает там второй ацетонатический кризис. Это, значит, еще он перестраивается. Он уже перестраивается. Я вам рассказывал, каждая клетка в организме, она на самом деле не голодает. Клетки не голодает. То есть, вот это все мясо, которое у нас есть, оно не голодает. Оно просто-напросто вот ест то, что у нас имеется из вот этого, из лимфы. Берет, 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 берет и туда, значит, что там указывает. Вот оно там все съело и есть нечего, значит, тогда оно, как бы сказать, оно начинает уже как растение. Вот почему мы переходим в стадию. Мы же были раньше там рыбалами, минералами, потом растениями, потом живыми существами, потом... То есть, у нас механизмы всего этого есть. Значит, дальше организм переходит, как бы сказать, как растение питается. То есть, если вы, смотрите, первую неделю, ну, грубо говоря, человек весит 100 килограмм. Ну, он за первую неделю 7 килограмм и сбросит сразу же. На вторую неделю он может сбросить 3 килограмма. Третья, четвертая уже 100 грамм. Уже все. Сброс заканчивается такой большой. Он уже экономит внутри себя. Перестроился, он начинает, говорит, буквально такие... Вот азот у нас растворён в этой люте вообще. Если его только синтезируют, белки да и всё. Понимаете, углеводов, кроме что нет. И он там начинает вот это вот потихонечку. То есть, температура тела понижается, ты как-то расслабляешься. И вот в этой паре пошёл. То есть, вошёл в эту пароль, пошёл. И это где-то будет длиться 60, может, суток и так далее до смерти. 60-70 минут. Есть ли организм молодой совсем по-другому? Они уже могут на седьмые сутки умереть. На третьи сутки падают в уморок. Я ещё думаю, ну я-то голодал, знаю. А девчонке, которым сказали, ну что бы там было, что там, как-то она скорбилась, перестала есть. У неё, ну, даже я бы не сказал, знаете, что вот клизмы ты делаешь, очищаешься, помараешь. Ну, вы видели там, да? Каждый день утром клизма, вечером клизма. Утром выходят шлаки, вечером выходят шлаки. Утром вечер, больше, меньше. Вот. Что они как-то влияют? Даже без клизм, две недели, три недели, можно там, он сам начинает срабатывать, как-то, как это. А у них почему-то молодых людей, они вот, то ли обезвоживание не наступает, то ли ещё что-то. Да они могут на седьмой тени увозить уже на клинику, умереть и всё. Вот на передачу приходили, если это. А пожилой человек, вот это. И где-то на третьей неделе создаются такие условия, что, понимаете, там сны интересные снятся. Сны снятся вам, вот идёт показывание, какая патология отходит, что с вами немножечко там, как бы, происходит. И надо же, знаете, у вас нахвост кормят мясом, значит, я какое-то там мясо ем, я же на воде, как я его ем? А потом просыпаюсь, да это ж мне снится. Создаются условия и начинается, понимаете, вот это, как мне сказать, организм, как волчака такой, начинает гоняться. То опухоль его поедали, то ещё что-то, то он уже всё сам разрушает нам. Вот я говорю, у меня как-то не было такого, что листы в камни вываливаются. Не вываливаются, он их внутри переварит и так далее, чтобы потом слизь какая-то выходит. Вот. Всё отмирает, то есть создаются условия, в которых всё чужеродное, оно не может существовать. И она начинает вот так отмирать, и в виде вот какого-то полуразрушенных вот этих водорослей отходить. У меня, знаете, было, уже где-то прошло 30-е какие-то, и только раз на коже сзади две язвочки у меня на спине. Хопа. Ну думаю, о, что это за язвочки образовались. Они быстренько прошли, и только не прошли, у меня только раз через толстые кишечники, значит, выбросились вот какие-то, как пониты, что-то такое. Мясо, не мясо, это ерунда. Вот, отошла. Потом даже такой интересный случай был, что я, значит, в туалет прошу по маленькому, вижу через мочевой канал, значит, у меня чёрная вышла, как это, как мазут. Вот, значит, только раз, или с одного вышла, раз, раз, так, ну, нифига себе, аж даже через мочевой канал выходит. Ну, это на больших сроках такие вещи наблюдается. На маленьких, такого там не было, там просто так сработало, или ещё там. А во время голодания вы клизмы делали? Да, лишь на волне, я утром делаю, вечером, утром, вечером. Смотрите, если мы клизмы не делаем, вот, знаете, вот такие вот фильмы, и когда человек сам это всё делает, он сразу же понимает, если ты не делаешь клизму, то может, естественно, сработать кишечник сам. Он срабатывает через три дня, через пять дней, но сработает, потому что накапливается. Вот эти вот красные кровяные тельца, они, понимаете, отбирают, и в виде желчи сбрасываются, она же потихоньку здесь накапливается. Ну, другого, с каждой клеточки что-то выделяется, она же тоже кровь, печень собирает, сюда там слаживает, собралась там более-менее, и выбросилась. Так вот, большей ещё части, она даже может не столько выбросить через низ, как всосаться, здесь же всосаться, и выброситься через верх, то есть вот этот язык, вот это вот всё это, вот оно через язык. А зачем вам через верхний путь, это всё-таки, и она, когда, знаете, что она по крови болтается, возникает явление интоксикации. Эта интоксикация, почему слабость возникает, вот слабость, а если ещё больше, температура тела поднимается. Температура тела и слабость указывают на то, что вы много отдаете сил на это дело, и вы можете просто голод не выдержать, потому что вы не помогаете своему организму. Очень важно отвлечься на голодание, вот, допустим, сутки, двое, трое, значит, какой-то работой заняться, лучше всего из дома уйти, потому что, когда я уже голодал там где-то, ну вот я приехал в Германию где-то, уже четвёртая неделя шла, да? Вот мне создалось такое впечатление, что мои домочадцы только и знают, что едят. Спустился за столом сидят, поднялся там, за столом сидят, опять, только едят. Ну, да что же они едят, сколько у них в лесу потом? И запах уже раздражает все. Я бы не сказал, что раздражает, но, знаете, оказывается, вот я вам говорю, у нас существует, вот если, ну, будем говорить, я, знаете, вот начал чисто с физиологии, потому что, как советский человек, я воспитан был, вот в школе там сказали, бога нету там физиологии и так далее и тому подобное. И вот я изучал там физиологию для себя, витамины, минералы и вот так вот, да? Оказывается, да, это всё есть, но есть ещё такие вещи, которые вообще не вписываются в эту схему. То есть это совсем другие знания, которые показывают. И теперь смотрите, почему я это веду. Вот оно тело, раз, физическое тело, но лучше начать вот, с того, что я говорю. Вот оно, у нас существует Дух. Дух – это Атма и Будхи, его носители. Дух, Атма – это частица Божья, которая у каждого нас есть. У нас в этом и есть.